7 класс, 32 серия. Линейная функция и ее график. Линейная функция называется функция вида у равен kx плюс b, где k и b – это заданные числа. Графиком является прямая. Для построения прямой достаточно знать координаты двух точек. И, приложив линейку, можно провести через эти две точки прямую, построить график функции. Давайте построим график функции у равен 2х минус 1, то есть k равно 2, b минус 1. Для построения графика достаточно знать координаты двух точек. Давайте в таблицу запишем координаты двух точек. Если х принимает значение, например, 0, давайте вместо х подставим 0 и найдем значение у. у принимает значение минус 1. Вот координаты первой точки. Ну, а допустим, х принимает значение 1. Вместо х записываем единицу. 2 умножить на 1 минус 1 получится 1. Так, давайте отметим эти точки на координатной плоскости. Если х равен 0, у минус 1. Вот первая точка. Точка находится на оси ординат. Ее первая координата абсцисса равна 0. Так, а вторая точка – 1,1. Вот. Теперь достаточно приложить линейку и построить прямую. Прямая проходит через эти две точки. Графика является прямая. График функции у равен кх плюс b можно получить сдвигом графика функции у равен кх на b единиц вдоль оси ординат. Так, например, график функции у равен минус х. Это прямая, которая проходит через начало координат. Прямая расположена во второй четверти и в четвертой. Так, если надо построить график функции у равен минус х плюс 2, значит, можно получить эту прямую сдвигом на плюс 2 вверх. Итак, откладываем два единичных отрезка вверх и проводим прямую параллельную первой. Итак, графики функции у равен кх плюс b и у равен кх – это параллельные прямые. Первая задача. Построить график функции у равен минус 3х плюс 5. Проходит ли этот график через первую четверть координатной плоскости? Так, давайте в таблице запишем координаты двух точек, по которым мы будем строить прямую график функции. Так, ну, давайте возьмем, например, х равен 1. Если х – 1, подставляем вот в эту формулу и получаем у равен 2. Итак, первая точка имеет координаты 1, 2. Так, вторая точка. Ну, допустим, х принимает значение 2. у минус 1. Как мы получили минус 1? 2 надо умножить на минус 3 и еще прибавить 5. Вот и получится минус 1. Так, теперь давайте отметим эти точки на координатной плоскости. Первая точка с координатами 1, 2, 1 – это по оси абсцисс. И поднимаемся вверх на 2 единичных отрезка. Вот здесь находится первая точка. Вторая точка. По оси абсцисс надо отложить 2 единичных отрезка и вниз спуститься на одну клетку, на 1 единичный отрезок. Так, а теперь надо провести прямую, проходящую через эти точки. Так, вопрос был такой. Проходит ли график через первую четверть? Да, проходит. Прямая проходит через первую четверть. Кроме того, она будет проходить еще через вторую четверть и через четвертую. Так, вторая задача. Найдите координаты точки пересечения графика функции с осью абсцисс. Пересечение с осью абсцисс – это значит у равен нулю. То есть в таком случае прямая пересекает осью абсцисс. Итак, у равен нулю. Ну, а теперь давайте определим, при каких же х у будет равен нулю. Итак, вот это значение должно быть равно нулю. Осталось найти х. 2х – это 8, значит, х равен 4. Итак, координаты точки пересечения графика функции с осью абсцисс – 4, 0. 4, 0. Давайте покажем эту точку на координатной плоскости. 4 – это первая координата. Откладываем 4 единичных отрезка. Так, 3, 4 и 0. Вот здесь находится эта точка. Так, третья задача. Найдите точку пересечения графиков линейных функций. Первая функция – у равен 5х плюс 6, а вторая – у равен 2х минус 3. В точке пересечения координаты по х и по у будут равны. Давайте мы сейчас приравняем правые части и определим значение х для начала. Определим координату точки пересечения, первую координату, найдем значение х. Итак, решаем уравнение. Находим значение х. х равен минус 3. Ну, а теперь, чтобы найти вторую координату, достаточно подставить либо в первую, либо во вторую функцию. Так, ну, давайте проверим, получатся ли одинаковые значения. Подставляем минус 3. 5 умножить на минус 3 – это будет минус 15 плюс 6. Получится минус 9. у равен минус 9. Так, а если бы мы подставили во вторую, давайте посмотрим, что получится 2 умножить на минус 3 – это минус 6, да еще минус 3 – тоже минус 9. Итак, координаты точки пересечения графика функций – минус 3, минус 9. Итак, первая координата минус 3, вторая минус 9. Так, вот это координаты точки пересечения графиков функций. Вопрос 5. Мы положим поublik. Вопрос 5. Продолжение следует...